Первая леди Молдовы Галина Дадон навестила в Тушинской больнице Москвы 12-летнюю Магдалену, которую три недели назад привезли из республики в столичную больницу по специальной программе «Область здоровья», разработанной Национальным центром помощи пропавшим и постадавшим детям. Девочка Магдалена к нам поступила из республики Молдова более двух недель назад, 16 дней назад. У нее была тяжелая травма, на нее упали ворота 6 лет назад, и она с тех пор была прикована к инвалидной коляске. В семье Магдалены 7 лет назад случилось несчастье. На 6-летнюю девочку упали ворота. Трагедия приковала ребенка к инвалидному креслу. С тех пор родители обошли десятки врачей и больниц, пока не рискнули обратиться к президенту Молдовы Игорю Дадону. Глава государства принял личное участие в судьбе Магдалены и обратился к председателю попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и постадавшим детям Елене Мильской с просьбой помочь в лечении девочки. В начале октября Национальный центр привез Магдалену на лечение в столицу по программе «Область здоровья». Мы ее пригласили к себе. Сейчас идет процесс лечения, реабилитации. Уже есть положительные сдвиги. Она начала ощущать конечности, верхние конечности, нижние. Уже даже двигать стала. И самое главное, что она такой оптимист. Она верит и всех нас уверяет в том, что она будет ходить. И конечно мы эту надежду поддерживаем. Поддерживаем не просто словами, но и делами. И надеемся, что длительно может быть кропотливо, но мы добьемся чуда, и она должна ходить. Врачи Тужинской больницы уверяют, что помимо медицинской деятельности в выздоровлении ребенка, огромную роль играет человеческое сочувствие и внимание со стороны окружающих людей. Так, несмотря на паралич, девочка остается жизнерадостной и не теряет надежды на то, что однажды она сможет встать и пойти самостоятельно. Я буду бегать. Мы еще в цирк с тобой поедем. Конечно. Я слышала, что у тебя есть учета. Потанцевать? На парус. И когда ходила 6 лет назад, когда я была маленькая, я на школу танцевала и на садик тоже. Благодаря программе «Область здоровья» более 5000 детей из России и получили помощь в обследовании и лечении. Магдалена стала первым ребенком из дружественной страны, которая также получила специализированную помощь, а главное – надежду, что однажды она сможет пойти самостоятельно. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин